состоялось. Огромное вам спасибо. 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 И как в Сибири, где сохраняется чистота языка. Это очень важно и это неоспоримо в русском языке. Но мне кажется, что Аркадий Григорьевич продемонстрировал и вся деятельность фонда, и ваши, уважаемые коллеги, друзья, что нам здесь в Сибири, там в Сибири и здесь, наверное, в России удалось сохранить чистоту мыслей. И мне кажется, это очень важно. Поэтому спасибо вам большое. Ну вот еще один наш помощник уже из Москвы, молодой предприниматель, но тем не менее мы недавно сотрудничаем, Павел Витальевич Карпов. Он должен вас поблагодарить за поддержку очень серьезных последних наших проектов. И особенно Ивана для Федора Михайловича Ростоевского. Я надеюсь, что мы еще и впереди по сотрудничею. У нас еще двухтомник «Голороссы в Сибири». И я надеюсь, что мы все-таки вместе его поборем. И Дмитрий Александрович вручает наше благодарственное послание. Спасибо большое. Спасибо огромное. Для меня это большая честь. Фонд собрал вокруг себя абсолютно разных людей. Всех объединяет разор. Приклодит Россию. Спасибо. Вот, и там, друзья, короткое отступление сейчас сделаю. Мы сегодня с вами, наверное, замечательный день собрались. Значит, 1 марта сегодня 150 лет заплунут Мидри Ивановича Неделеева. Мидри Иванович Неделеев, уроженец города Тобольска, ученый всех времен и всех народов, наверное, чуть и не самый главный. Ну, по крайней мере, из нашей Тобольской земли, так это неизвестно. Ну, и что хотел бы сказать, что, значит, вот, организация объединенных, ассамблей, организация объединенных наций, назвали год, значит, 19-й, в котором мы сейчас живем, годом периодического закона. При этом, правда, вот, Запад, значит, забывает, что это закон Мидри Иванович Неделеева не указал. Но, тем не менее, значит, это очень знаменательный для нас, особенно для поляков, год. И в этом году, 8 февраля исполнилось еще 85 лет со дня рождения Дмитри Ивановича Неделеева. И вчера, в день 20-летия фонда возрождения Тобольска, в парке Ермакова поля, о котором я тоже уже занимаюсь почти 25 лет, открыли какую-то скульптурную композицию, такую, посвященную нашему замечательному великому земляку и его периодическому закону. Вот сейчас заставочка будет, вы можете посмотреть это торжественное открытие этого монумента. Но мы еще будем доводить его до ума, там, значит, просто и озеленение, и цветочные клумбы, и так далее. Вот сейчас он настроится. Значит, вот такой автор проекта «Белоусов» и бюст бронзовый Дмитри Иванович Меделеева, Московского, Лушникова, Михаил Арестович, он тоже здесь в зале. Вот торжественное открытие вчерашнее, в преддверии вот этого праздника сегодняшнего статистилетия. И я бы хотел пригласить, значит, Герман Владимировича Смирнова сюда и еще, значит, из музея усадьбы Поблова Смирнова, значит, Николая Александровича, который является вообще потомком Дмитрия Ивановича Меделеева. Николай Александрович, где вы, где вы? Пожалуйста, проходите сюда. Ну, я хотел сказать, представить Герман Владимировича Смирнова. Это замечательный писатель, журналист, человек-энциклопедист, буквально, значит, где-то уже 40 лет назад он написал книгу от нашим земледелем Ивановичем Меделееве «Жзел», до сих пор считается лучшей его книга. И мы с ним сделали совершенно замечательный двухтомник, философское наследие Дмитрия Ивановича Меделеева. После этого я получал из московских университетов такие, как бы, письма, что как-то вам удалось совершенно малоизвестных работ Меделеева и совершенно неизвестных работ составить такой уникальный совершенно сборник. И поэтому, значит, я, Владимир Смирнов, наша дружба тоже два десятка лет продолжается, и, думаю, будем дружить и дальше. Искренне благодарим вас, и вы будете поклон, и вам благодарственное послание. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А, значит, для музея усадьбы Боблова, усадьбы Дмитрия Ивановича Меделеева, я хочу подарить медаль, значит, музею, поскольку мы тоже давно дружим, и даже как-то, значит, там из Топольска, я отправлял кедр, сегодня он там, я как-то был, растет уже, полный рост, значит, дерево, Добольская, там, значит, писатель Боблова, которая восстанавливается тоже буквально из кипелища, вот нашими музейщиками, значит, будут энтузиастами такого своего дела. Я вам подарю эту медаль, значит, и хотел бы сказать два слова, что буквально два слова, значит, у нас это 62-я медаль в коллекции, которую делает фонд, коллекция называется «Славенград-Добольск», как бы такая своеобразная песка почета, вот, городу Добольску в высоком медалерном искусстве. Так что, вот, Николай Александрович, привет нашей тоже доброй знакомой директору вашей мысльщики, Владимира Михайловна, и, значит, будем приезжать в Добольск. Спасибо. Спасибо. Друзья мои, после войны Сталин собрал своих соратников и, стоя перед картой мира, давал оценки разным странам после Второй мировой войны. И когда он дошел до Западной Европы, он махнул рукой и сказал, а это мелкая разменная монета. И меня эта мысль страшно поразила, и я много размышлял.